Экватор международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2022. Настигнет ли оспа обезьян весь мир? Психологический этнотриллер родом из Татарстана. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Исакова. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета. Ключевыми темами в рамках встречи представителей университета стали вопросы улучшения образовательного процесса и текущего положения университета. Второй день восьмого международного форума по педагогическому образованию ИФТ продолжился пленарными заседаниями. Все подробности смотрите в сюжете наших корреспондентов. Восьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ продолжается. Второй день форума продолжился в Институте психологии образования Казанского университета, где спикеры представили свои доклады. С докладом об образовательной успешности студентов в российских вузах выступил директор Института образования Высшей школы экономики Евгений Терентьев. Основной месседж, который я хотел бы этим докладом сделать, стоит в том, что мы должны обращать на это внимание. Потому что, когда мы обсуждаем образование, мы очень часто закапываемся в каких-то вопросах формальных, связанных с то или иное поколение в ГОСАХ. Таим-талий на систему оценки качества образования. И забываем про то, что одна из ключевых миссий, все-таки образование, наверное, ключевое, нас стоит в том, чтобы обеспечить вот эту жизненную успешность человека, который приходит в систему образования и должен получить оттуда какое-то знание, какой-то опыт. Напомним, 25 мая на площадке Казанского университета стартовал 8-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2022, который традиционно собирает лучших исследователей в области подготовки педагогических кадров из российских и зарубежных университетов научных организаций. Форум проходит в смешанном формате. Название моей презентации связано с пониманием сложностей в педобразовании. Три аспекта – это практическая мудрость, педагогическая выносливость и такт, особенность преподавания. Форум завершится 27 мая в Институте психологии и образования Казанского университета, где оставшиеся спикеры выступят со своими докладами. Елизавета Никистина, Карина Саяхова, Фариза Хитаглы, Универньюз. Старт образовательной программы для проректоров ряда узбекских вузов. Чему будет посвящена данная программа, смотрите в сюжете далее. В Казанском федеральном университете стартовала образовательная программа по повышению квалификации проректоров узбекских вузов под названием «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности». Делегаты ознакомились с основными бизнес-процессами современного университета, инструментами акселерации, фазами проектной деятельности, а также возможностями грантовой поддержки и инициатив в высшем образовании. Также гости посетили занятия в Институте управления экономикой и финансов. Проректорам были представлены студенческие кружки, которые разрабатываются в Казанском университете. Мы можем прогнозировать с большой точностью успешность образовательной территории студента, предсказать его уход в эту образовательную территорию по каким-то причинам и так далее. Помимо ранее упомянутого, гости из Узбекистана познакомились с перспективными проектами, которые разрабатываются в рамках различных отраслей и направлений в Институтах Казанского федерального. По словам одного из проректоров, по возвращении домой была запланирована зум-конференция со студентами и академиками Казанского университета. Гости уже настроены на плодотворную деятельность и надеются на сотрудничество в дальнейшем. Я сам лично для себя нашел очень важные информации. Нам интересен механизм всех этих процессов. Например, как можно начать или как можно составить план работы, которые в конечном итоге, эта работа идет на конечный результат. Отметим, что Казанский федеральный университет плотно сотрудничает со странами Ближнего Востока и является лидером по количеству студентов из Узбекистана. Курсы повышения квалификации для первой группы узбекской делегации продлятся до 7 июня. Следом за ними в Казань перенимать опыт Казанского университета приедет вторая группа менеджеров вузов Узбекистана. Мир накрыла вспышкой редкого инфекционного заболевания. Как скоро оспа обезьян доберется до России и насколько она опасна, узнаете в следующем сюжете. В Западной Европе зафиксирована вспышка редкой болезни оспы обезьян. Она стала известна всему миру с 70-х годов после первого заражения человека в Демократической Республике Конго. До настоящего времени инфекция оставалась в основном на территории Африки и лишь сейчас начала массово проявляться в остальном мире. На самом деле название обезьяния не очень подходит этой оспе, потому что обезьяны, так же как и человек, являются лишь побочным хозяином этого вируса и по мнению научного сообщества этот вирус скорее, это вирус грызунов. За месяц оспа распространилась в семи странах Европы, Канаде и США. Пока симптомы проявились у нескольких десятков людей, большинство из которых были туристами в странах Африки. По прогнозам Роспотребнадзора риск проникновения оспы обезьян в Россию невелик, но Государственный интервирусологии и биотехники «Вектор» уже разработал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Существует несколько клад этого вируса в разных регионах Африки и у некоторых клад летальность очень низкая, у некоторых может достигать 10%. И, собственно говоря, именно это и вызывает опасения сообщества сейчас мирового, которые думают, что, возможно, мы встретились с новой пандемией. А то с побезьян пока нет лекарств, только поддерживающая терапия. Для профилактики эпидемиологи рекомендуют избегать контактов с потенциальными носителями вируса, регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их, а на государственном уровне усилить пограничные санитарные нормы. Полина Полымова, Алина Красильникова, Евгений Алмазов, Универньюз. Первый в истории Татарстана психологический этно-триллер находится на финишной прямой перед выходом в прокат. Эксклюзивное интервью с режиссером и сценаристом фильма смотрите прямо сейчас в сюжете Адалины Абдрахмановой. Выпускник Казанского федерального университета Ильшат Архимбаем снимает фильм «Микулай» в жанре психологического этно-триллера. Полнометражный фильм молодого татарстанского режиссера отлично сочетает в себе этнокультурный аспект и популярный на сегодняшний день жанр психологического триллера. Это также первый татарстанский фильм с участием четырех федеральных актеров. Осенью фильм планирует выйти в прокат по России и странам СНГ. Там не совсем понятно, где реальный мир, где иллюзорный. И эта игра, и этот фильм происходит немного такой не очень здоровой голове главного героя по сюжету. И мы, собственно, и здесь тоже играем. Не совсем в один момент становится непонятным, кто из героев настоящий, кто не настоящий, кто кого ведет, кто с кем играет, в какой из миров настоящий, воспоминания ли это или что-то. Съемки фильма начались в сентябре 2021 года. На данный момент фильм находится на стадии доработки и монтажа. Действия происходят в Кряшинской деревне, где живет старик Микулай. У него жена, родители и уважение. Но спокойную жизнь нарушает молодой человек, утверждающий, что он сын Микулая. Отметим, что проект создается по мотивам пьесы татарского драматурга Мансура Гелязова. Твои бабушки и дедушка. Мама! Папа! Это огромное вложение в развитие оригинальной киноиндустрии, особенно Татарстан. Потому что если мы сможем доказать, что мы можем здесь, в Татарстане, снимать кино, выходить в прокат, приглашать актеров, это огромная мотивация для других кинематографистов, чтобы оставаться здесь, творить, не уезжать в Москву. И объяснить, что необязательно уезжать в столицу, в Москву, в Питер, для того, чтобы реализоваться в индустрии кино. Проект запустил сбор средств на краундфандинговой платформе. Каждый желающий может принять участие в сборе и получить подарок от съемочной команды. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 25 мая в Актовом зале Института филологии и межкультурных коммуникаций прошел торжественный концерт, приуроченный к Дню филолога. Это, безусловно, значимая дата для студентов, выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского, татарского, иностранных языков и литературы, языковедов, переводчиков и просто ценителей словесного богатства. В Российском университете «Дружба народов» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проходит 10-й Всероссийский съезд Ассоциаций иностранных студентов России. Представители Казанского федерального университета в числе участников в режиме онлайн-мероприятий принял участие проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев. В ходе заседания обсуждались вопросы о системе взносов по АИС, сотрудничестве ассоциаций с российскими и международными партнерами и продвижении АИС как объединяющей иностранных обучающихся организаций среди молодежи. На этом все. В студии была Камила Исакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»